Постоянно чувствовать себя дураком. Вот такое удел ученых. Такая Ирина Родионовна, Нейроны Пушкины. Крысы спиваются. На фоне информационной нагрузки крыса начинает спиваться. Муля, не нервируй меня. Потому что нервные клетки не восстанавливаются. Они мрут и мрут от стресса, пока их не станет так мало, что человек впадет в маразм. Ну и все, пиши пропало. Вот так многие и представляют себе ситуацию. Стресс сегодня объявлен врагом человечества номер один. И действительно, американские ученые в ходе масштабного исследования доказали, что стресс увеличивает риск преждевременной смертности на 43%. Однако, и это удивительно, стресс убивает только тех, кто верит в его вредоносность. Те же, кто в нее не верят, умирают даже реже, чем те, кто стрессу не подвергаются вообще. В итоге вера во вред стресса 15-я по распространенности причина смертности в США, опережающая рак кожи, спид и даже убийство. Более того, стресс может быть даже полезен. Кратковременно это ключевое слово. Он увеличивает физическую силу, повышает иммунитет и даже активизирует интеллектуальные способности. Так если ужасающая и неминуемая вредоносность стресса – это миф, то, возможно, и набившую оскомину истину о том, что нервные клетки не восстанавливаются, тоже нужно подвергнуть сомнению. Итак, сегодня наука против одного из самых живучих нейромифов современности. В борьбу с очередным крайне популярным, но антинаучным убеждением вступает Вера Толченникова, кандидат биологических наук, специалист-нейрофизиолог, научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова, где она читает курс «Основы высшей нервной деятельности». Добрый день, Вера Владимировна. Готов поспорить, что фразу «нервные клетки не восстанавливаются» вы не только слышали тысячу раз, но и сами употребляли, ну, по крайней мере, до того, как начали заниматься нейрофизиологией профессионально. Скажу честно, и до того, как я начал готовиться к этой программе, я не сомневался в ее истинности. Тем более, так приятно себя успокаивать. Не нервничай, не переживай, нервные клетки же не восстанавливаются. Но если мы сегодня сидим с вами в этой студии, определенно в этой фразе есть подвох. Давайте для начала разберемся с тем, что же такое нервные клетки, предмет нашего сегодняшнего разговора, и чем они отличаются от других. У разных клеток нашего организма, у мышечной клетки, у нервной клетки, у клетки печени, клетки крови, у лейкоцита, генетический материал идентичный. Это одна и та же генетическая информация, и содержится она в ядре. Но в разных тканях, в разных клетках эта информация считывается по-разному. Какие-то участки ДНК считываются, а какие-то лежат под замком. Не считываются. Поэтому внешне, или как ученые говорят фенотипически, клетки сильно отличаются. Но пусть это отличие вас не вводит в заблуждение. На самом деле внутри универсальный генетический код. А вот внешне клетки и функционально, конечно, отличаются. Главное отличие нервной клетки – это ее отростки. У нейрона есть короткие отростки-дендриды, по которым сигнал приходит к телу клетки. Приходят от других клеток. Как правило, их много, более 10 тысяч. И один длинный отросток, он называется аксон. И поэтому отростку сигнал идет к другой клетке. То есть таким образом нервная клетка переводит электрический сигнал от дендриды к аксону. Аксоны могут быть очень длинные, достигать длину до полутора метров. И у нервных клеток есть особенность, связанная с тем, что во взрослом состоянии вот эти клетки с аксонами, с андридами, они не делятся. Наверное, это одна из причин, почему появился миф. То есть они делились, 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 а потом бах, и все. И в какой-то момент перестали делиться. Молодая нервная клетка, которая еще не отросла отростками, она называется нейробласт, отростков не имеет. Она должна в первую очередь прийти в то место, где она будет жить во взрослом состоянии. В этот момент, конечно, какие отростки. Она идет, такая кругленькая, красивая, вдоль пути, вдоль магистрали, которую для нее организует клетка нянька, клетка глии. То есть нейроны вообще такие капризные клетки, за ними нужно заботиться, убирать всякую гадость. В общем, этим занимаются клетки глии. И вообще говоря, функция нервной ткани во многом связана с активностью клеток глии. Они такие заботятся. Молодая. Это Арина Родионовна такая. Да, такая Арина Родионовна нейроны Пушкина. В общем, эти кудрявые пушки эмигрируют в места будущего роста, и там обрастают отростками. Вот на каких-то этапах своего развития они еще могут делиться. Начиная с какого-то момента клетки делиться уже не могут. Ну так значит, вот все, миф подтвержден. Они больше не делятся, значит, они и не восстанавливаются. Они не делятся во взрослом состоянии. Но у нас есть с вами пул молодых недифференцированных клеток в некоторых областях мозга. И этот пул нашли не сразу. Долгое время не верили ученым. Думаю, отчасти поэтому миф прижился. А почему нервные клетки должны восстанавливаться? Здесь есть такая трудность, потому что слово «восстанавливаться» — ботовое. На научный язык правильно переводить двумя способами. Во-первых, восстанавливаться — это чинить сломанные части, запчасти. То есть вот эта взрослая клетка, она не делится. Но она вынуждена все время замещать какие-то свои органы, мембраны, штопать оболочку, штопать разбитые молекулы. Этим она занимается постоянно. Репарация есть. То есть у нас какие-то бригады, которые все это восстанавливают, это вечно? Да, конечно, это вечно. Если хотя бы половина команды или 10% команды перестанет репарировать клетку, то и все, клетку ждет. Паптос, клеточная гибель. В клетке постоянно накапливается мусор, продукт. У нас мусор с вами на кухне накапливается. Что говорить? В нейронах еще больше накапливается мусор. Это все нужно выводить. Это один перевод термина. Восстанавливается. Репарация идет. Второй возможный перевод слова «восстанавливаться» — это как раз нейрогенез. Вот я произношу слово нейрогенез. Процесс образования новых нервных клеток. И вот долгое время полагали, что именно этого процесса нет в нервной ткани. Потом, позже, он был открыт в 60-е годы. И экспериментально подтвержден. Так а с чего же начался этот миф до 60-х годов? Как это научно было проверено, что они не восстанавливаются, не чинятся, не появляются? Так завещал великий Сантьяго Рамон и Кахаль. Нобелевский лауреат, основоположник клеточной теории. Он гистолог, анатом и авторитетный человек. Слово его было законом. Но он действительно заметил, что взрослые нервные клетки не делятся. На этом основании он предположил, что они не восстанавливаются. Такая формулировочка скользкая у него была. Именно предположил. Да, но поскольку так предположил великий Нобелевский лауреат, это стало заветом. И первым человеком, посягнувшим на завет великого Сантьяго Рамона Кахаля, был Джозеф Альтман. Он с коллегами обнаружил, что у взрослых морских свинок, крыс и даже кошек образуются новые нейроны с помощью метода радиоольверодной метки. Это было потрясающее открытие. И он даже опубликовался в приличных журналах высокорейтинговых, но ему не поверили. Его встретили холодно и прекратили финансирование, вынудив заняться другой темой. Таким образом, нейрогенез был переоткрыт снова и снова. Последователям Джозефа Альтмана так же не везло. Их так же прекращали финансировать. И только в 90-е годы, наконец, ворота открылись. И о нейрогенезе стали говорить открыто. Нейрогенез существует. На сегодняшний момент он четко доказан для двух зон нашего мозга. Они небольшие, но очень значимые функционально. Это гиппокамп, а точнее зубчатая фаста гиппокампа, то есть некоторая часть гиппокампа. И субвентрикулярная зона. Гиппокамп это какая-то маленькая в голове. Довольно локальный участок древней коры. Под себя подвернутый, расположен в глубине височной доли. Долгое время его связывали и сейчас продолжают связывать с процессом перевода памяти из кратковременной формы в долговременную. Из оперативной в жесткий диск. Да, совершенно верно. Потому что гиппокамп так устроен, как система вложенных друг в друга контуров. И возбуждение, попав в гиппокамп, начинает циркулировать. Циркулировать продолжительное время. И исследователи полагали и полагают сейчас, что это некоторые носители кратковременной памяти. Считается, что гиппокамп постепенно отдает свои права на памятный след Корея. И вот этот процесс называется консолидация. Повторяю, это предположение. Это недоказанный факт. По крайней мере, я в своей диссертации этот факт частично опровергаю. Кахаль предполагал, оказывается, что неправ. Я думаю, что это наше участь ученых. Мы все время себя чувствуем идиотами, дураками. Может быть, один день моей жизни я думала, о, господи, я наконец поняла, как гиппокамп работает, как все прекрасно. А на следующий день я начинаю пересчитывать данные и понимаю, что я там же, я та же. В общем, постоянно чувствую себя дураком. Вот такое дело ученых. Но, значит, Кахаль не прав глобально, да, нейрогенез существует. Но масштабы этого нейрогенеза, они не такие значительные. Ну, в гиппокампе образуется ежесуточно порядка 700 новых нейронов. А умирает? А умирает во всем мозге 500 тысяч в день. Вот такие цифры ужасные. Иначе говоря, этот пул молодых нейронов, он не сможет компенсировать потери. Так или иначе, у нас нейроны гибнут. У нас их, конечно, очень много. И всего за нашу жизнь от 20 до 100 лет, да, погибнет, если все будет хорошо, не более 20% нейронов. В принципе, с оставшимися 80 мы могли бы прекрасно жить. Хотя сейчас появляются работы, которые связывают депрессию нейрогенез. И, в частности, после изучения у больных, у которых не могут образовываться новые нейроны, появляются устойчивые признаки депрессии. И это вот недавние результаты. То есть, возможно, что в количественном отношении нейрогенез не так масштабен, но его функциональная значимость для организма велика. Если эти нервные клетки не бессмертны, значит, что-то их должно и может убивать. Вот это тот самый стресс, который нас пугает последние лет 30. Стресс в том числе, да. Травмы, инсульты, нарушение кровоснабжения, гиподинамия, отсутствие движения. Современные дети, в отличие от нас, не живут во дворах, они живут в планшетах, смартфонах. И мы, взрослые люди, в основном работаем на сидячей работе. Это гиподинамия, это страшно. Это причина. И у нас больше, чем 500 тысяч нервных клеток гибнет из-за этого. Это гиподинамия. Скорее всего, нашим детям еще хуже будет в этом смысле. Но здесь все не так просто и однозначно. Во-первых, бытовое понимание термина стресса чрезвычайно широко. Люди называют стрессом ипотеку на 20 лет. Так знакомо. Да? Ну, вот такая история. Некоторые долг в банке по кредиту, конфликт с начальником. Некоторые 10 километров, если они пробежали. Некоторые люди называют стрессом вообще все, любое напряжение. Они подняли палец, это у них стресс. Проехались в метро, у них стресс. Ребенок с качели упал, у них стресс. В научном смысле строго не все эти явления можно обозначить как стресс. Но сам Ганс Селье, первооткрыватель стресса, он выделял три фазы стресса. Его открыли? Я думал, он всегда был. Стресс был, всегда его открыли. Ганс, давайте расскажу про Ганс Селье, как же так это. Молодой Ганс Селье, амбициозный мальчик, пришедший в науку, мечтал обнаружить свой гормон. Все открывали тогда там тестостерон, половой гормон, адреналин. Он хотел открыть какой-то свой гормон. Что-то там нашел, что-то закапал. Получил эффекты, ну вот связанные с расширением зрачка, учащением сердцебиения, учащением частоты дыхательных движений. Сказал, вот, я нашел такой гормон. Оказалось, что он ввел в кровь просто какую-то жидкость, ну, не физраствор, да. И его симптомы, которые он получил у животных, были не специфические. Те же самые симптомы обнаруживались у животного, если на него воздействовать болевым стимулом, если его подвергать эмоциональному стрессу, если его заставлять решать какую-то очень сложную задачу, например, в лабиринте, которая на порядок сложнее, чем особи его виду могут решить. В общем, разные воздействия, совершенно разные по природе. Боль, напряжение, истощение, яд, укол грязью в кровь приводили к появлению сходных симптомов. Вот вначале Ганс Лелье горевал, расстроился. Ему писали, что он занимается физиологией грязи, его учителя. Он был раздавлен, унижен. Но потом он присмотрелся и стал описывать неразличия сходства. Он, это же здорово, он нашел однотипную реакцию организма на разные воздействия, стресс. Так или иначе, он сделал потрясающее открытие, но о нем не знал и даже расстроился. Представляете, как в науке бывает. И таким образом, разные воздействия могут привести к появлению о них и тех же симптомов. Ну, например, если долго продолжительно воздействовать болевым стимулом на животное, или, например, воздействовать иммобилизацией, заставлять животного пребывать в неподвижном состоянии в течение продолжительного времени, то по мере развития симптомов можно наблюдать несколько фаз. Вот Селье выделял три. Первая фаза – фаза тревожности. Этот стимул приводит к мобилизации организма, к появлению эмоциональных реакций. Следующая фаза – фаза резистентности. Организм мобилизован, и он относительно хорошо переносит вредоносные условия. Это очень полезно. И это полезные части стресса. Они, в принципе, для организма, они мобилизуют организм, они его не разрушают. Если вам нужно долго бежать от тигра или долго бежать с ребенком, это вам помогает. Вы мобилизованы. Стресс – ваш друг. А вот третья фаза – фаза истощения. Если действия вредоносного агента слишком продолжительны, ресурсы заканчиваются. Вот этот стресс вреден. И это все касается животных. Я вот просто пока вы говорили, подумал, у них и ипотеки нет, и начальство злобного. А стресс все равно есть. Павлов не называл свой феномен стрессом, но получил сходные результаты, сходную симптоматику в другой ситуации. Павлов работал с условными рефлексами и вырабатывал так называемую дифференцировку. Предъявлял круг зрительно-животному и подкреплял его едой. И предъявлял овал. За овал еду животному не давали. Постепенно животное обучалось реагировать слюноотделением на круг и не реагировать слюноотделением на овал. Дальше Павлов начинал свой кровоженый эксперимент. Он постепенно приближал характеристики овала к кругу, то есть выравнивал соотношение диаметров. Наступал некоторый предел, начиная с которого животное переставало себя спокойно вести в станке, начинало выть. У него пропадали все условные рефлексы, которые были сформированы до этого. То есть даже другие, даже нажать на полку, чтобы получить еду, все пропадало. Животное начинало себя вести неадекватно. Причем истощение, да, это не значит, что человек грустный, сидит и ничего не делает. О, если бы это было так, человек может истерить, животное демонстрировало признаки невроза. Именно эти эксперименты позволили Павлову сформулировать его учения о неврозах человека и даже применять в клинике. Так или иначе, Павлов не бил собаку током. Он никак не издевался над ней, он давал ей решить некоторую задачку. Но это интеллектуальное напряжение привело к состоянию истощения. Мои эксперименты на мышах-бальвах показали, что при решении очень сложных интеллектуальных задач животные в состоянии когнитивного напряжения могут погибнуть. У меня реально мышь умерла. Я, наверное, не знаю, выразить, потому что на это некоторые негативно реагируют. Самый тяжелый период в решении моей задачи – это некоторый период генерализации, когда животное создает огромное количество различных вариантов решений, и дальше им нужно выбрать из этого решения правильное. Это колоссальное напряжение для животного. И в этот момент, это 6-7 опытный день, у некоторых животных наблюдались такие признаки, как резкое снижение температуры тела, массы тела, апатия, вялый тонус. И если в этот момент их не вывести из эксперимента, просто не переложить в коробку с хлебушком, молочком, животное может погибнуть. То есть это выглядит очень странно. И некоторые коллеги, которые в нашей парадигме не работали, говорили, что, скорее всего, вы там какую-то заразу занесли в Биварии, вот там кто-то подок. Но поскольку мы это воспроизводим каждый год с 93-го, мы открыто об этом говорим, да, умственное напряжение – это такой же источник стресса, как физическая боль. Не просто, а именно вот этот момент выбора, да? Да, да. А у нас же нам сейчас как нужно в человеческом обществе выбирать, когда я росла, еще не было такого выбора, да, игрушек, кружков, а дети наши окажутся в обществе, в котором им придется выбирать из тысячи, миллионов вариантов, как они будут дезориентированы. Мы спрашиваем, почему наши студенты на биофаке, да, вот первый-второй курс, половина на антидепрессантах сидят. Самый счастливый период их жизни, когда они студенты в университете. Да вот потому, что мы кидаем в среду многоальтернативности. Они не справляются с этим информационным потоком, и человечество еще не выработало защитный механизм, чтобы защитить себя в этом огромном, увеличивающемся информационном потоке. Тем более наши дети. Вот поэтому интернет никогда не победит телевидение, потому что в интернете тебе нужно выбирать, что смотреть, а телек тебе не дает этого выбора. И все-таки по поводу нашего мифа. Значит, нервные клетки все же-таки восстанавливаются, пусть и не в таком большом объеме, как хотелось бы, но все-таки. Однако я, готовясь к этой программе, часто встречал такое словосочетание – износ нервной системы. Так может ли она износиться до того состояния, что это восстановление уже ни к чему не поможет, к чему этот, собственно, износ приведет, если он существует? И как его можно предотвратить? Да, износ существует не только для нервной системы, для всего организма. В этом проблема состояния – это множественная проблема. Это накопление ошибок в разных клетках организма. Но, что интересно, с точки зрения концепции невризма Боткина, именно ошибки и неисправности в нервной системе становятся причиной всех болезней. Ну, все болезни от нервов – это на бытовом языке. Формулируется, кстати, практически точный перевод, на бытовой язык, идея невризма Боткина, что проблема не в органе, а в управляющей системе. Это некоторый дефект управления. В голове? Да. Болит желудок – это неправильная нервация желудка. Желудок не восстанавливается, неправильная регуляция его деятельности. Слишком сильное выделение секрета, короткое время восстановления, слишком долгий симпатический тонус. Болит печень? Прежде всего, не проблема печени, проблема управления печенью. Ну да, или прием какой-нибудь дури. Значит, процесс истощения, изнашивания, он необратим, он идет. Мы с ним ничего не сделаем. Но мы его можем замедлить. Или усилить. Усилить очень просто с помощью неправильного питания, неподвижного образа жизни, приема всяких препаратов, интеллектуального допинга, кофе, сигареты, гашиш и так далее. Замедлить процесс изнашивания также можно. Это правильное питание спорта, конечно же. Но, опять-таки, разные люди по спорту под физической нагрузкой подразумевают разные вещи. Некоторые считают, что они спустились с лестницы, сделали два шага, и это физическая нагрузка. Некоторые бегают по 10 километров и говорят, что это мало, и нужно бегать еще больше. Существует некоторый оптимум физической нагрузки для каждого человека. Он связан с возрастом, с полом и функциональным состоянием. Оптимум физической нагрузки определяется пульсом человека. То есть человек должен работать на пульсе, который на некоторый процент превышает его пульс в состоянии покоя. Это достаточная физическая нагрузка, позволяет поддерживать капиллярный резерв. То есть капилляры, в которых кровообращение осуществляется только в активном состоянии. Вот эти капилляры сейчас у вас не работают, но вы будете быстро бегать, и они включатся. Если не включать регулярно капиллярный резерв, то, что не работает, его съедают. Капиллярный резерв истощается. И ухудшается кровоснабжение. Не только мозга, мышц, органов всего тела. Физическая нагрузка – необходимый фактор. Нас так делала природа, чтобы мы бегали за едой, а не чтобы нам ее приносили готовую в офисе. Природа не предполагала, что мы когда-нибудь сможем кормиться, реализовываться, просто сидя на диване. Второй системный фактор – питание, неправильное питание. Причем тут есть такая крайность. Люди знакомятся с некоторой концепцией, ставят ее в углову угла, и начинают как маньяки, в общем, следовать за ней. Очень много теорий полезного питания. Очень много. Но есть продукты, которые действительно для вас полезны, вы их легко усваиваете. И есть продукты, которые могут быть вообще полезны, но лично для вас вредны, как для меня молоко. Я об этом не знала 30 лет. Я 30 лет думала, что оно же полезно, дети же пьют молоко. Ну, я биолог, да, про лактазную недостаточность не слышала. Ну, слава богу, прочитала. Ну, а по поводу физического, то есть, грубо говоря, изнашивается наша нервная система, когда она не работает по-настоящему. То есть, чем больше и лучше она работает, чем больше мы ее включаем, гоняем туда-сюда, тем она живее и дольше будет существовать. Да, она функционирует, она работает. Мы ее, как вы говорите, не используем, да, 90% не используем, отмирают резервы. Они не нужны, кровоснабжение ухудшается, органы ткани атрофируются, истощение, да. Ну, и напоследок не могу не задать вопрос, связанный с еще одним, наверное, мифом, не знаю. Алкоголь убивает нервные клетки. Это так? Действительно ли он такой вредный и от него страдают наши мозги? Да, алкоголь вреден. Он убивает нервные клетки? Да. Тут все зависит от объемов. Убивает хроническая алкоголизация, как вы понимаете. У нас и так 700 тысяч каждый день погибают. Да, будет больше погибать. В разы. Самое страшное в этом, что мозг будет погибать неравномерно. И первыми будут погибать эволюционно молодые зоны, связанные с высшими психическими функциями. Проблема не в том, что так они у нас синхронно погибают, одновременно в разных структурах, и в зоне агрессии, и в зоне, связанной с торможением агрессии. Вот они как-то постепенно погибают, организм успевает подстраиваться, работать системно. Тут мы выключаем высшие отделы, например, области перифронтальной коры, которые связаны с торможением агрессии, с планированием, с памятью, с воспроизведением памятного следа. А вот древние центры держатся до последнего, как вы понимаете. Дыхает на центры, но куда без него смерть. Чем центры более древние в эволюционном отношении, тем больше нагрузку они способны вынести. Гипоталамус держится до последнего, дыхает на центрах до последнего. А что такое гипоталамус без перифронтальной коры? Что такое инстинкт без сдерживающей силы интеллекта? Это неконтролируемая агрессия в ряде случаев, не всегда. А зверение такое? И если вы посмотрите статистику по убийствам, самоубийствам, изнасилованиям в состоянии алкогольного опьянения, там просто кривые совпадают. Уровень потребления алкоголя на душу населения и количество смертей в процентном соотношении убийств, самоубийств относительно естественных смертей. Просто кривая повторяет. Алкоголь – это прямая причина преступлений. Я сейчас говорю о хронической алкоголизации. Это не то же самое, что выпить шампанского на корпоративе. И с одной точки зрения сейчас у людей улучшается общий уровень жизни, все покупают машины, не пьют, потому что водят – это очень хорошо. С другой стороны, появляется огромное количество молодежи, которые, в принципе, не принимают алкоголь. Есть люди, которым есть куда деть свой интеллект, свои силы. Им не нужно спиваться в глухой деревне, в которой работы нет и не будет. Вот эксперимент Кирилл Алексеевна Никольской по поводу насильственной, ненасильственной алкоголизации. Это алкоголизация, значит, у крыс есть возможность принимать воду или 30-процентный спирт. И крысы… Они как наливают, что ли, с этим водичкой? У каждой крысы индивидуальная камера, у нее две пипетки. В одной пипетке 13-процентный спирт, в другой – вода. Крыса может выбрать. И вот крысы делятся на тех, кто будет предпочитать воду и тех, кто будет предпочитать алкоголь. Но если вы добавляете информационную перегрузку, если вы этих крыс заставляете решать очень сложную задачу, то крысы… Да-да-да, наш прекрасный лабиринт Кирилл Алексеевна Никольской. Крысы спиваются. На фоне информационной нагрузки крысы начинают спиваться. Там есть трезвенники, там группа трезвенников, которые даже на фоне информационной нагрузки справляются, они спиваются. Люди спиваются, они не выдерживают. Был другой эксперимент Кирилл Алексеевна Никольской по поводу нейронов восстановления репарации, когда крыс спаивали насильно. У них не было возможности пить воду, они несколько месяцев алкоголизировались насильственно, пили 13-процентный спирт. Ну, конечно, это ухудшало их. Ну, в принципе, начинались процессы деградации. Гибели нейронов, массовые гибели нейронов в головном мозге, они хуже обучались. И… На некоторых этапах он может быть обратимым. Так вот, чтобы добить этих алкоголиков несчастных, моя научная руководительница решила погонять их в трендбане. Это колесо, в котором животное бегает. Должно непрерывно перебирать лапками. Это как белка в колесе. Да, гипотеза стояла в том, что ударная физическая нагрузка вот этого истощенного несчастного алкоголика добьет. Она усилит гибель нейронов. А оказалось, наоборот, ударная физическая нагрузка приводит к репарации, к восстановлению нейронов. Не всех, да, не то, что там вот все, весь пул компенсировался. Частично. Но тем не менее. То есть бросаем пить и на беговую дорожку. Да, все после праздников бегать. На вопрос, какая пища помогает мозгу справляться со стрессом, ответит популярная поговорка. Кашу маслом не испортишь. Каши, а точнее злаки, богаты витамином В. Это главные его источники для человека. Именно эти витамины помогают нервной системе при стрессе. Когда у человека сильное эмоциональное напряжение, по некоторым данным, потребность в этих витаминах возрастает в пять раз. Но помните, что быстрорастворимые каши в качестве антистресс пищи не подходят, потому что предварительная обработка паром убивает большинство полезных микроэлементов и витаминов. Ну, а масло не менее полезно, чем каша. Причем не только растительное, типа оливкового или подсолнечного, но и мое любимое, сливочное. И не бойтесь испортить фигуру. Хорошая порция гречки или пшенки на завтрак с кусочком масла. И от стресса избавит, и настроение поднимет. Да после такого завтрака на работу хочется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!